мир вашим домам дорогие друзья сегодня мы продолжаем свой цикл программ о простых средствах аюрведы и сегодня мы будем говорить о таких энергиях о таких средствах которые вот вообще их не нужно нельзя как-то обозначить как какое-то лекарственное средство это то что мы употребляем каждый день там независимо от если мы не голодаем конечно вот и это мы сегодня поговорим о вкусах и вкусы в понимании июрведы это не просто какое-то наше ощущение на языке который вот для наслаждения или для каких-то лекарственных целей вкус это определенная энергия и эта энергия на влияет на весь наш организм мы это можно почувствовать когда например мы возьмем что-то очень кислое например вот я в индии когда попробовал первый раз англу это кислый вкус я вот просто почувствовал как меня прошибло вот просто всего то есть это влияет на весь наш организм и даже более того что каждый вкус он влияет на нашу психику то есть каждая эмоция она даже имеет какой-то связь с этим вкусом и зная эти знают простые и доступные истины которые проверены аюрведой тысячелетиями вы просто сможете балансировать свое здоровье свое психическое состояние вы сможете управлять управлять этой биомашиной просто простыми доступными очень экологическими средствами что вот на мы начнем со сладкого вкуса я по дороге буду еще рассказывать разные интересные штуковины ну вот сладкий вкус сладкий вкус он на санскрита переводится мадхура то есть сладость она как качество она присутствует во всем то есть это есть сладость отношений есть вот сладости сладости в любовных и на каких-то играх и вы понимаете есть разная сладость вот и просто аюрведа говорит что вот сладость нужна но она нужна балансе то есть вот нет никакого вкуса хорошего или плохого то есть вот нужен организму нужен каждый вкус нового просто вопрос чтобы мы контролировали баланс то есть вот что вот у нас не было как но это у многих славян и вот там преобладает нам какой-то там сладкий вкус это каши картошки вот все такое вот такого не должно быть мы и это соответственно вызывает определенные заболевания в этот вкус накопления и сладкий вкус это самый анаболический вкус я буду учитать своего конспекта который я винди записал просто тут перевод с древнего текста а юрведического и лучше всего вот когда ты прошел вот там первый уровень то есть надо уже изучать юрведу с первоисточников то есть аштангах ридаям самхита чарка самхита сушрута самхита и вот с этих знаний надо изучать юрведу кто то хочет прогрессировать дальше и вот сладкий вкус он состоит из двух первоэлементов это воды и земли он тяжелый понимаете вот все имеет какие-то свойства и качества и вот например тоже болезнь не какое-то недомогание она тоже можно его характеризовать она будет или воспаление или это будет застой их потеря температуры это будет вы что-то ссыхаться или это будет наоборот лишнее какое-то увлажнение то есть все это можно характеризовать и также вкус как и дождь он состоит из первоэлементов из двух вот период первоэлементов вода и земля он тяжелый он увлажняющий он охлаждающий это самый анаболический вкус который вызывает рост коней то есть и многие люди спорят вот по поводу сахара там или каких-то сладостей я еще на раз напомню баланс то есть какие то вот например людям которые склонны полноте этот вкус не совсем допустим то есть надо ограничить максимально но он для людей которые склонны там к сухости к похудению то есть сладкий вкус необходим потому что он одно из качества но он увлажняет и то есть у человека слона как я часто встречал людей на всяких экзотических диетах которые вот отказались от сахара отказались от того от сего от соли и ты смотришь на него там после двух-трех лет практики что он просто сухой как сухая какая его кожа какие сухие его волосы потому что это самый питающий вкус и если мы откажемся полностью от сладкого вкуса то нам тогда не будет вот это как страдать одни из основных строительных кирпичиков нашего организма и вот сладкий вкус отказываться от него просто нельзя вот значит так как я говорил что каждый вкус он имеет какую-то свое эмоциональное такое вот отражение которое тоже на ход может быть в балансе и дисбалансе и например при избытках как вот например избыток сладкого вкуса он вызывает болезни накопления это всевозможные там и опухоли застойные явления в разных частях часто это в дыхательной системе вот то например на эмоциональной сфере это вызывает чувство жадности то есть тоже вот определенного накопления и часто бывает наоборот что эмоция вызывает изменения в организме но чаще я думаю все таки организм который неправильно потребляет он начинает просто вот выдавать вот такие эмоции неправильные это вот есть такое описание такой 6 врагов ума и вот один из врагов ума это наша жадность она как раз ассоциируется с сладким вкусом в избытке то есть избыток всего как организм так нарушается и психика следующий вообще я хотел сказать что вот терапия в аюрведе я правда видал таких знатоков которые вообще не говорят ни про вкус и не про дож его я рассказываю про аюрведу ну вообще терапия настоящих врачей в аюрведе она начинается подбора каждому человеку индивидуальных вкусов то есть если человек будет глотать какие-то таблетки бады даже аюрведу самую лучшую но вот он не будет соблюдать вот это правило вкусов то есть и делать так чтобы он подбирал вкус и которые подходят ему его состоянию подходит вот нужно как раз вот для вас балансировки его состоянием на в этот момент то есть понимаете в чем что вот это как скорая вкус это как скорая помощь это всегда что вот под рукой вот например я часто этим пользуюсь когда человек в страхе например там при перелетах и часто летают я просто вот ну особенно это то вот я рекомендую там чуть-чуть соленого вкуса и весь организм начинает смазываться и умащиваться вернее и расслабляться то есть вот соленый вкус он понижает вот страх он имеет какую вот природу легкую то есть а в соль она понижает своим качеством это как пример еще как это влиять на свое состояние и то что вот сладкое многим хочется когда они находятся каком-то там были в раздраженном или там какой-то депрессии каком-то подавленном состоянии это естественно но вот шоколадка она как раз не самый лучший продукт для этого если это не молочный сладкий шоколад то вот если чем больше там будет горького вкуса тем больше этот вкус будет вот вас бодрить то есть он будет горький это 2 в шоколаде вот и знаю вот эти вещи простые вещи вот это такого-то вкуса это сейчас воздействует на меня так это меня или разогреет или остудит это мне или успокоит или тонизирует это мне или вы сделать более сухим или более вот у меня ум мастит вот и каждый каждый вкус вот очень просто понимаете водка я часто люблю повторять что ирведа это просто законы природы и вот мы узнаем просто простые повседневные законы природы которые вот мы применяем каждый день и вот сразу чувствуем эффект это не надо ждать там какой-то промежуток времени дальше мы перейдем следующий вкус у нас вот мудрый человек это тот который знает что ему нужно это вот первую фразу его услышал одного из своих учителей андрея клавянова то есть мудрый человек вот мы должны просто знать то есть это вот по сути дела это одни из самых главных знаний для нашей жизни понимаете мы должны знать вот как вот как просто на себя воздействовать как на эту биомашину вот делать им на какое-то влияние которое вот не будет тебя разрушать как лекарство всю вот я скажу так что 70 процентов проблем есть это не хронические запущенные проблемы можно выровнять с помощью вкусов просто эти вкусы как правило вот их не хватает вот это горькие там вяжущие это лечебные вкусы о которых мы тоже поговорим следующий вкус который мы обсудим это будет кислый на санскрите он называется ама и вот это вкус который состоит из земля и огня это он имеет увлажающие увлажняющее влияние легкое горячее он увеличить увеличивает наши выделения гармонизирует потоки то есть этот вкус вот за счет своего но мы сразу видим какой вот он имеет увлажняющее значит он хорош при сухости мы видим легкая значит он хорош при какой-то тяжести и действительно вкусный вот что-то кислое или вида рекомендую для поднятия аппетита например там вот я часто и друзьям говорю и и в эфирах что что вот ломтик лимона посыпать туда имбирем можно черным перцем или и солью вот вот и он очень активизирует пищеварение если вот в данный момент вы как бы садитесь кушать а такого огня нет а потом будет вот сложно где-то покушать другом месте это такая жизнь то вот я рекомендую вот вот этим кислым вкусом вот дать этого огня дать этого огня который вот но вот снова если это будет какой-то избыток то это будет кислота будет подыматься и вот он будет а перед вы сильно нас выжигать то есть вот он есть такой перевод он как бы выжигает огонь нашего пищеварения то есть насколько вот мы работает наше пищеварение то есть настолько вот она ну делает и на этого строительного материала высококачественного для нашего всего тела и что вот еще такой момент насколько важны вкусы то есть вот в аюрведе вообще нет такого концепта как витамины микроэлементы то есть вот древние знания говорят о том что если у тебя здоровый огни то есть его высота состоянии переработать если ты получаешь шесть вкусов то организм возможно он синтезирует все что хочешь вот и я был вот это когда-то в этом сомневался вы первый раз столкнулся когда столкнулся что вот у гладиаторов для диаторы были вегетарианцы и то есть они не просто это там записи в амбарных книг а это было то есть и исторические показания и и анализ их костей гладиаторов то есть вот то что я тогда думал ну я тогда ел мясо и думал как это они могут вот вообще вот быть сильными такими и все и потом я посмотрел что у них сбалансированные вкусы то есть у них были жиры там оливковое масло у них была зелень у них были сыр и то есть вот у них были такие вещи которые отдавали вот все остальное необходимое и избыток кислого вкуса он как правило вызывается на психоэмоциональной сфере это как зависть то есть вот такое неприятное чувство который вот на самом деле очень разрушительное порождает какие-то другие вот и то есть она настолько иногда сильная некоторых людях что вот я слышал некоторые учителя они рекомендуют вот и менять просто направленность будет просто я слышал такое утверждение как завидуйте не плодам а их причине то есть если вот даже переводить эту зависть на повод на те качества которые сделали этого человека таким или таким которым это завидую что вот как-то ты будешь тогда расти то есть как кому-то даже вот может надо кому-то завидовать для того чтобы расти не лично не знакомо это чувство потому что кто думает о другого чушь он тут своего иметь не будет вот и последний что противоставляет зависти то есть благодарность вы понимаете что такое а вот противоположно зависти вот это благодарность то есть и когда человек культивирует благодарность вот сколько у нас в мире вот в обществе завистливых людей вот столько не благодарны сколько завистливых то есть это вот такие антипод такой вот и для того чтобы бороться с этим чувством то есть вот а я веда вот и рекомендуют вот развивать благодарность то есть вот быть благодарным людям и создателю, ну и всем, кому вы считаете это нужно. Нам часто кажется, что этих людей не так много, но если мы будем объективны, то мы будем видеть, что это не так. И третий вкус, который мы разберем сегодня, это соленый. Он на санскрите называется лавана. Он состоит из воды и огня. Это вкус согревающий, увлажняющий, тяжелый. То есть, например, есть и сладкий, тоже тяжелый, и увлажняющий, но вот, например, он холодный, вот этот горячий. И для чего нужен этот вкус? Для того, чтобы смазывать наше тело. И вы знаете, есть такой парадокс, что людям, которые болеют сухостью, например, большинство болезней суставов, это болезни сухости. То есть, когда эти суставы высыхают просто, им нужна смазка. И некоторые назначают, наоборот, что исключить соленый вкус и исключить соль. И на самом деле, некоторые говорят, это чуть не причина этих заболеваний, а люди себя чувствуют еще хуже. То есть, нельзя его исключать. Очищает, выводит отходы. То есть, насколько вот нельзя отказываться от соленого вкуса, как вот тоже это вот такая вот есть крайность. То есть, все хорошо в балансе, друзья. То есть, баланс это то, что вот это здоровье. Это психическое здоровье, это здоровье по аирвеле. Объективное. Вот, например, тот же соленый вкус можно всевозможные там нос промывать. Вот я сейчас на море промываю, как раз на море нос, и вообще просто замечательно. То есть, вот вроде бы там ничего не делаешь, но вот оно скапливается у тебя очень сильно. Вот, и соленый, что это? Это соленый вкус, который очищает, который растворяет вот эти какие-то залежи в носе. И который вот используется так же, как и рвотное, и очистительные, и соляные клизмы. И, например, там Шанг Паршалана, такая известная йоговская вот очищение. Ну вот даже мой директор, однозначно, из моей предыдущей галереи Раритет Арт, это бизнес, которым я до Майдана занимался. Вот, то вот он старый настоящий полковник, старый военный такой вот, то он говорил, я вот выпиваю кружки, там несколько кружек соленой воды или сколько, я не помню этот рецепт, и это вот меня в армии научили. То есть, это, ну то есть, мудрость, она везде одна. И что вот в этом содержался соленый вкус, вот который впитывает, и который вот очищает наш организм. И очищает, то есть, очищает не только вот тонкие ткани, а существуют еще, вот, вернее, грубые, то есть, существуют еще тонкие каналы, которые, есть каналы, которые, вот грубые, это как наши вены, там лимфатическая система, а есть достаточно тонкие каналы, которые, вот, неизвестны современной медициной, она их не принимает. Есть определенные точки, которые используются в китайской и тибетской медицине. То есть, все вот это существует. Вот, и вот когда организм очищается, так же вот очищаются эти каналы. Я сейчас просто тут очень, тут сухо, жарко, и для того, чтобы понизить, то есть, я увлажняющее, и я пью холодное. То есть, вот, то есть, айрведа, это во многом игра на противоположности. То есть, если вот вы чувствуете, что у вас такое состояние, то вы себя, вот, как-то балансируете, вот, чем-то противоположным. Вот, просто знание этих противоположностей, оно поможет, вот, вам балансировать многое в жизни. И в следующий раз мы поговорим о вкусе горьком, самом легком. То есть, если вот эти вкусы, они были, как бы, анаболические, то есть, которые питают больше тела, то будут, следующие три вкуса, они будут катаболические. И каждый из вкусов, он, вот, акцент, вот, какая вот, знаете, божественный умысел, вот, насколько все красиво разложено. То есть, три души, то есть, вот, как их можно сказать, как это энергия накопления, энергия трансформации, энергия движения. И вот они вот, и существует шесть вкусов. И каждый из вкусов, он одну из дождь приводит в порядок, в гармонию, а две другие, то есть, они не очень хорошо. То есть, вот такие инструменты. И скажу, что вот это не просто вкус, это уникальная, универсальная энергия, которой, вот, по силу очень много. Так что, жду вас на следующем эфире, где я также расскажу, вот, как применять, вот, какие-то простые рецепты. До следующих встреч, друзья! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!